Семья пенсионеров погибла на пожаре в двухэтажном садовом домике. Трагедия произошла в садоводческом товариществе номер 10 Снежинска. Об этом и других пожарах расскажет наш корреспондент. По предварительным данным пара отравилась продуктами горения. Им было 85 и 77 лет. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Причина, из-за которой началось возгорание, устанавливается. В садке произошел крупный пожар на складе строительных материалов. Сообщается, что для тушения пожара было привлечено 9 единиц техники и 31 человек личного состава, включая руководство частей. Причиной возгорания стало нарушение требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов. Жители Южноуральска напугал пожар в районе центрального стадиона. В МЧС сообщили, что по предварительным данным вспыхнули покрышки. В Копейске сгорел дом, сарай и веранда. По данным МЧС, в тушении участвовало 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается. Главное, что пострадавших нет. В Златоусте произошел пожар из-за короткого замыкания розетки, в которую был включен холодильник. Просто замкнула розетка за холодильником и все пошло. А рядом газ и все сгорела газовая оплетка шланга. И газ загорелся. Это хорошо, вот вовремя приехали, газ перекрыли. В квартире в момент ЧП находились бабушка с внуком. Они успели позвать на помощь и выбежали на улицу. Пожилой хозяйке потребовалась помощь медиков из-за нервного напряжения. В Кыштыме на улице Калинина случился пожар. Там вспыхнули хозпостройки. Огонь охватил 50 квадратных метров. Пламя ликвидировали за несколько минут. Пострадавших нет. Этот пожар случился на улице Белинского в Троицке. И тоже никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. В Магнитогорске на улице Советской сгорела крыша частного дома и беседка. Пламя бушевало на площади в 30 квадратных метров. В Нежинске возник пожар на трибунах за школой номер 125. Огнеборцы быстро потушили пламя. Причина возгорания пока неизвестна. Жилой дом тушили в Низепетровске. А в Челябинске на Свердловском тракте полыхал автомобиль. Он загорелся, видимо, из-за короткого замыкания во время движения.